так чему не шанхай потому что плохо рестрим работает все плохо работает поэтому поэтому лучше эту хрень я постримлю шанхай завтра постримлю шанхай провально работать провально организован там все тыч у меня падает постоянно это дичь какая-то я стоп-стар сделаю делаю поэтому меня на главное нет ну что здесь у нас барак два газа у тан-тан до очень ранние газа то есть это будет факта абсолютно точно если один газ у реалити у реалити рипер будет ну что ребят полетел мульчик сейчас до задержку я выставляю не переживайте сейчас будут хорошие у нас игры вот твт-шка уже пошла просто пусть там турнир более серьезный гол сериас но смотреть просто невозможно сегодня стрим там если честно поэтому постримлю я у данный турнир все поднялся стрим все нормально вроде как работает здесь у нас гелиончика рипер два рипера гелиончика танг-танга а реалити ушел на хайграунд уже и с реактора еще гелиончики строятся по две штуки есть два рипера два гелика пытаются ворваться в реалити быстро отгоняет танг-танга дэмоджи гелионом разве что получил он сейчас вычинит его ксм какого старпорт строила что-то не вычинил все-таки дочинит сейчас инженерка пошла в реалити лучший о здесь только-только цешка заказана там уже давно уже орбиталка есть но проблема в том что банджа может сейчас напрячь очень сильно здесь у нас выдвигается танг-танг за реалити рипером потому что реалити на пофиг полетел на разведку а здесь ведь еще и банша врывается между прочим викинг особо не готов его принимать кстати баншой можно было с рампы геликов прогнать но очень вовремя реалити наверх уехал не стал подставляться через две секунды будет уже инвиз банша так гелончик минус скан пошел нужно из ранжа скана выйти естественно да божечка падает в реалити здесь медивак заходит танг-танг на хайграунд вижу что дерется очень даже неплохо баншой прессует здесь вышел танк а вот с танком реалити уже легко отобьется теряет и баншу собственно говоря танг-танг в итоге врыв я вам скажу что мягко говоря не очень получился так что тут баншаль это вот Танк ФСИЧ, 3-я ЦЦ, здесь тоже 3-й, кстати, уже достраивается, Танк Танк встает на 10 КСМ, мало приятного в этом для Танк Танка, здесь у нас инженерка есть, не работает, заказываю атаку, не хочу, Танк Танк 2 уже инженерки построил, сейчас гроиды закажет. Добавляются бараки, наращивают продакшн Танк Танк, 1-1 заказано, здесь инженерочку достроил, реалит тоже 1-1 заказал, а так чуть раньше. Я смотрю, интересно, здесь Харас, 2 Танка Медилака сидят, плюс Викингов сколько, 5 штук, а у Танк Танка 4 всего лишь Викинга, и 4 Викинга можно на халяву-то сейчас бы и забрать бы, например, было, но пока не забирает. Урываются Танки, снизу дропаются. Викингов, Реалити Бу... Ё-моё, их на сколько больше-то становится, жесть просто какая-то. Всех убил просто Танк Тангу, Реалити Викингов. Реактор сбривает, так что Танки даже и вообще не прикрывают здесь ничего. А теперь попробую ещё и подойти этими Танками. Один в Сиджей, и всё равно не достаёт, обратите внимание. Всё, разобрал Танк сейчас. Реалити Танк Тангу ещё на халяву. Викингов можно посадить сейчас с этим. Видите, сколько много их. Просто, а в чём проблема? Летим на хайграунд, викингов сажаем перед Танком просто, и всё. И моряки эти на стимпаке без щитов ничего не сделают. 125-85, но Реалити просто тут этим врывом Танков, собственно, ставят всё на свои места. Здесь ГГшечка уже. Чё, можно залететь спокойно всё. Подходят моряки. Улетает Реалити. Чё, боится, не понимаю. Хороший зал тут Танки делают. По марикам просто жёстко. Можно было викингов посадить. И вообще-то всё окей по голову. Здесь три полудохлых моряка красных бегают. Чё, боится их, не понимаю. Реалити. Но Танки не теряется. Самое главное, опять сюда прилетает. Очень назойлив. И с этим ничего не поделать. Нужно ещё наверх залететь. Той 448 полудохлых моряка. 52-67 по рабам. Боевого тоже чуть ли не на 40 больше. У Реалити. 2-2 градизаказ. Но у Танк-Танка щиты есть. Вот единственное преимущество. У Реалити нет. У Реалити домой возвращается танками своими. Счеты Реалити не заказывает почему-то. Пора бы заметить, что щиток нет. Так, заходят моряки сейчас. Медиваки сбиты. Здесь моряки отступают. Принимает Боря. Танк-Танк сейчас видит, что у него есть щиты. Наконец-то Реалити понял, что щиты отсутствуют. Заказал. Будет продолжать давить, насколько я вижу. И правильно делает, потому что по воздуху тотальный контроль. Полный вообще. По земле преимущество. 4-й СС-шка пошла. 10 танков, тем более, не так уж много. Подходит Реалити. Реалити начинает прессовать сейчас. Танк 2 танка выбил оппоненту своему. Нужно забирать все, идти вперед. Что Реалити и делает. На стимпаке заходит. Маляки, конечно, без щитов. Но Танк-Танка позиция провальная. Викинги всех медиваков уничтожили. Здесь часть Маляков выжила. 170 на 70. Это 1-0 в пользу Реалити. ГГшечка Танк-Тангу. Ну, Реалити, безусловно, хавалит. Он сильнее. Да и под грейдом не сильно отстал. Единственное, что вот эти щиты не повлияли сильно. О, прошу прощения. Они там пытаются найти. Ждем второй игры. Так, Гумихо там против Чика китайского тиранчика. Что, не подождали, что ли? Ну, ё-моё. Ну, это провал сейчас был только что. Вот упыри. Ну, ладно. Оkelt. Тихо. Продолжение следует... Не успел-то я выгрузать резвые корейщики. Так, предтемплар. Репки могу скинуть, но со второй игры... Не смогу, блин, козлы не подождали. Никто не заинвайтил меня. Ну, может быть, получится... Так. Портуциана выиграл. Я не знаю, супер играл там или нет. Депарча тоже бьется. С Деми Лауом, кстати, Гуми Хощиком. А вот Форта с супером стоит. Вот он, по-моему, Форта. Нитей тяжело разобрать, но... С Тома, я не знаю. С Тома, я не знаю. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, ребят, здесь у нас Марик ловит Овера Пытается поймать Да и не просто пытается и поймает Его здесь второй строится Короче, Оверу уже никуда не деться И после этого реактор сразу под факту пойдет Ну что, Овер минус СССР строится Два Марика есть у Гумиха в итоге Опа-на А здесь интересная тема происходит Агрессивный билд от Депарчо Посмотрите, решил На этой карте с гигантской рампой Похоже, Депарчо подловить своего оппонента И это Самый настоящий бейлинг бас Думаю, что он сейчас даже очень может Прокатить, потому что ни бункера Ни хрена нету Пошла Депошка Марики пытаются лингов встретить Так, линги что-то обходят Вокруг сейчас нужно мариков поймать Их две штуки всего Так, Депошечку принял сейчас Депарчо убегает лингами своими Очень много строится сейчас Заморфлены бейлинги Ну как-то нагловато бейли Ё-моё, что ты делаешь, Депарчо Какая ошибка ужасная просто Такие ошибки игры стоят Всегда Понимает, гуми уходит Что здесь бейлинг баст идет Всеми уходит на рампу сейчас Мариками своими Четыре гелика уже здесь ГГшечка, Депарчо домой Просто домой Нет, чтобы аккуратненько Зайти где-нибудь там Бейнов подморфить Нет, он прям в наглую Перед всей этой хренью Лингами здесь что-то бегал Еще с этой Депошкой Пытался Депошку убивать Нахрен ее вообще Трогал эту Депошку Он где-нибудь здесь Сверху бейнов заморфил Поделингами прибежал бы Но В итоге Зафейлил Депарчо Посмотрите По рабочим Ситуация в пользу Тирана При этом Здесь геликов Уже 6 штук Линга пытаются окружить А что толку там Пытались Да ГГшечку Написать в итоге Хорош Гумиуху просто Ну Гумиуху сделал Все стандартно Депарчо Попытался Пробой Лингбасить Ничего не вышло Из этого Ждем Следующую игру Реальски Что же Доиграли Там вроде как Что-то Инвайт Пошел Инвайт Спасибо Большое Так Тейлз С натуралом Бьется Натурал Тиран Между прочим Победитель Будет биться С реалити Уже Там В той части Сетки Сверху Там Форд Супер Лайф Пэт Вот Сегодня Китайцев Минимум Одни Корейцы Практически Турик Играют Это Турик 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 Пусть Следующий Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 в итоге там оверы висят полетел на мэн, здесь три королевы и четыре даже на мэнни в итоге скабливаются ну что, врываются четыре гелика все-таки дропнулся гумиху на мэн капанет своему и пожег здесь рабочих сколько пожег? четыре штуки сжег не так уж много, но парабам ситуация равна сейчас стим делает, здесь шесть муталисков заказано гумиху я так думаю, что прекрасно понимают что мутку нужно как-то встретить два реактора у него работают по пять мариков соответственно продакшн сейчас треть сэшка морфица турецчика пошла на второй базе турецчика пошла на мэнни в минеральной линии гелики разбирают линдона кселнаги, контролить больше не будут зерк там кселнагу муталиски врываются, но под них уже турецчика готова ксм куда можно сбривая департию сразу же мутку почти потерял но все-таки выжил муталиск здесь минус линк выход пошел, выход такой сильный пошел от гумиху но он медивак теряет на ровном месте в итоге геленщики пытаются свалить от муталисков, от лингов не так просто это будет сделать сзади идет навстречу марикам все это двигается стим сейчас будет готов мариков то 24 штуки здесь двигается это реально много причем что самое интересное у департию отсутствуют бейлинги сейчас а как он без бейлингов собирается драться я вот пока представить не могу королева минус раз, королева минус два марики врываются на стиме такое количество моментально минус все здесь врыв идет на так гумиху что ты делаешь гумиху тсмки выезжают мариков пытаются прикрыть мариков прикрывает судя по всему это победа гумиху он тут отобьется не без потерь конечно но отобьется а вот департию нифига не отобьется изи для гумиху очень сильно ну и сильный игрок конечно же он ну гумиху уже в полуфинале верхняя часть сетки задерживает сейчас не знаю доиграл ли тейлз реалити ждет сидит натурал натурал с кем натурал с тейлзом бьется кстати этот натурал вот он тейлз надо к нему ворваться сейчас следующую игру будет если она будет вообще а может ее и не будет так захожу в игру так захожу в игру так захожу в игру Так, ну Тейлс это нифига не тиран, это броц. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ждем начало, что-то Тейлс видимо отсутствует. Хоррор там кого-то победил, это верхняя часть. Так, и Лайфпэт играет, Тумпру с Хоррором будет. Зикард против Канина, Форта с Супером. Не знаю как, верхняя часть сеток тоже продвигается помаленьку. То натурал, натурал стиран. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 1-0 натурал ведет... Еще б натурал не вел... Хотя... Посмотрим, что в итоге Тейлса получится... Не знаю, по натуралу... Корейский игрок играет... Бьется... Нексус... Тейлса пошел... После гейта... Потом газ... Гейт... 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 Устроится медивак здесь у натуральщика. ЦЦшка вовсю добывается. Так, бараки добавляются. Еще две штучки сейчас. Полетит дробщик, я так понял, с минкой. Да, 6 мариков минка дробщик вылетел. Здесь у нас призма летит вперед с одним адептом. Ну что это за шляпа такая, блин. А призма там без грейда в Твайлайте, без плюс один, да это вообще не харасс. Вот такое работает и Стрэндж уже это понял. Молодец он в этом плане. То есть билд с харассом без плюс один на адептов, он работает слабенько. Даже если там скорость такая, если без атаки, так вообще там печаль. Ну прилетят сейчас четыре адепта, но может быть что-то конечно они убьют. Минк копается прямо под Мазеркор. Мазеркору никуда не дез, Суверчаж выставлен, но минус Мазеркор. Посмотрите куда пошли, ты что делаешь, мертвяк вообще, ё-моё. Потому что здесь харасс идёт. Но вот такими профессионалы вот на таких моментах выигрывают игры. Здесь законтролил и здесь законтролил. Вот если бы сейчас контролил здесь бы натурал своих мариков отвёл, бы это победа бы скорее всего была для него. Но в итоге ситуация очень печальная для него, адепты наразваливали, ё-моё, здесь рабочих наразваливали. Ну конечно с доварком адептов хорошо всё прошло. Если так мёртвый играть как натурал, то безусловно... То безусловно тогда адепты будут работать и без плюс один, и без скорости атаки. Призму сбил. Привет, разведчик, привет всем. Привет, Парадошка86. Нет, Стрелок сейчас не играет, он решил завершить своё выступление. Может быть кого-то там тренет. Как-то вот как Лотов только-только вышел, он постремил немножко. Пользователь Локдок активировал премиум на ваш канал. На данный момент вы на активисте в Локдок. Спасибо всем, ребят, за внимание и за поддержку. Помните, что можете поддержать меня, мой канал. Ну сегодня китайские дурики вот эти идут. Это всё, что можно постремить. Тейлз вообще не реагирует на Либератора. Семь пробок как с куста, что называется. В итоге, парабам, ситуация уже равная практически. Ну как что, Тейлз, что Тейлз тоже отыгрывает мёртвенько, я вам скажу. Вначале Локдок поиграл, там постремил. Опять распадывается Либератор. Сталкеры приходят. Ну в этот раз они выбьют, но не без потерь. Два сталкера погибли, один еле-еле живой. Здесь у нас призма варпится. Дарк просто нарезает все эти семь уже. Убийство рабочих друг к другу. Самое настоящее сейчас происходит. Парабам на 50% сейчас. Тирана меньше 30 на 45 сейчас ситуация. Но в данный момент у Тирана боевого лимита в два раза больше. Даже больше, чем в два, чем у Протса. Ему просто нужно аккуратнее быть, не отдавать вот эту дробу, к примеру. И просто добить в итоге Тейлза. Так, Тейлз непонятно что-то делает. Подошел с Талкерами, отблинкнулся куда-то назад. Улетает медивак. Все, сбить его не получается. И я уверен, что не успеет переварпить сейчас Тирана Бродс. Вот он подходит. Но подходит, чуть без медивак. Медиваки все дома, забытые. Танк Сиджитса нужно перевозить ближе сейчас. В это время еще и разводочка на мейн пошла. Посмотрите, марики дропаются. А они, между прочим, непростые. Я со стимпаком. А со стимпаком уже тяжелее. Будет скорость таки адептам будет отменена сейчас. Так, загружается медивак. Несколько мариков на вторую смогли улететь. Сталкер там стоят. Здесь со стильером видят Тейлз, что его прессует натуральчик. К танке он здесь находится. Позиция хорошая. Прогоняет натурал Тейлз. Это минус Тейлз. Очень похоже на такой расклад. Здесь марики на второй базе наваливают рабочего. Очень неплохо. Пошел довар какой-то. Заходит вперед натурал. Сканет минус там дарки. Дарки, которые на рамке там пытались встретить. Минус пилон. Танки перевозятся еще ближе сейчас. Прирост идет сюда очень хороший. Протас не сможет отбиться. Но реально слабенькая игра. Что от Тирана, что от Протаса. Ошибок очень много было. Тейлз вообще жестко же наошибал. После начального халявного врыва адептов, что он такую игру отдал. Это просто удивительно на самом деле. 2-0 натурал. Все-таки натурал удалил. Ну что, сейчас посмотрим, что у нас происходит. Натурал против реалити будет. Биться-то будет ТВТ. И дальше в полуфинале тоже будет ТВТ. ТВТ, потому что там гумиху уже ждет. Ну, ждем натурал реалити. И лайк с Пэтом все еще бьется, насколько я понимаю. Остальные все ждут. А Браток еще раньше, чем Стрелок закончил выступать. Браток уже года 2 отсутствует точно. А то и больше может быть даже. Браток уже. Блин, не успел к Суперу я. Так я и думал сейчас. С отсчет пошел. С кем там Супер-то бьется? С Зикартом бьется Супер, который Канина одолел. Супер одолел уже Форта. Ну, Супер, скорее всего, в полуфинале будет верхним. Ну, что. Ну, что. Реалити, реалити. Натурал. Реалити. Ну, что. Так, прошу натурала добавить. Так, партия пошла. Эдж топ в игру попасть. Спасибо Клауди. Мотик, этот кап стартует Матвей в 14.00 всегда. По московскому времени, можете там тоже играть на нем. Но это Азия, и на Азии очевидно, что играть, мягко говоря, тяжеловато будет. Кто из СНГ игроков уступает сейчас? Ну, из старой школы, хотя Хэппи не такая старая школа, когда там кто-то другой. Ну, пока Димага играет, вот он заново начал трениться, был перерыв. Вот у него, ну, вроде как сейчас уровень более-менее приличный стал, я вам так могу сказать. Также Блай играет Хэппи, и молодая, молодые подросли поколения, очень много игроков молодых, но, к сожалению, команд нет сейчас ни хрена, и тяжело поддержать вообще-то. Чего не тяжело поддержать, никто не поддерживает, непонятно, что дальше будет, как бы, будут они трениться, не будут, сейчас стрейнш неплохо очень выступают, прямо-таки ГОСК, Капа берет онлайновые турниры, вот, просто некоторые вердоз, рево там играет, не знаю. Ну, посмотрим. Кстати, Верди против Спелсингера вчерашний матч залит уже. Так. Продолжение следует... Ну что, там о лайв по-корейски пишут. Спасибо всем за плюсики. Вердос тут был Сынгер не видел. Смотрите. Так, она в группе выложили. Вообще Андрюха выложил. Сейчас проверю я. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Энвайд от Гумиху идет. Спасибо, Гумиху. Поехали. Реалити куда-то свалил по ходу дела. И у нас уже полуфинал. ТВТ начинается. Гумиху против Натурала. Элайв будет против Хоррора. Биться ТВЗ. Ладно, пусть бьются. Второй полуфинал успеем. Спасибо всем за плюсики. ТВЗ. 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 Начинается игра. Погнали. Ну, тут очевидный фаворит. Это Гумиху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СЭВИ ready. СЭВИ ready. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, пока все одинаково, абсолютно у натурала факта Угумиху. Барак. Тоже факта пошла. ЦЦшка Угумиху строится, у натурала нет. То есть все одинаково, но это нужно еще учитывать, что ведь ЦЦшка Угумиху. То есть Угумиху как-то... И по факте он прям не дико сильно-то отстает, я вам скажу. Что здесь получится, интересно, из этого всего? Так, здесь Рипер полетает натурала. Рипер Гумиху на перехвате. Куда ты, ё-моё? О! Улетает Рипер, как-то Гумиху слишком резок был на повороте. И Риперка упустил сейчас. Как-то... Как-то не очень хорошо получилось. Ну что, садится Старпорт. Заказан инвиз сейчас. Рипера принял натурал. Ну Рипер здесь убил на ЦЦшке КСМ кладну. Марики-гиллиончики строятся. Реактор сейчас на бараке будет готов. Можно пару Мариков заказать. И, кстати, они успеют выйти под медивак. На самом деле. Ну пока чуть не заказывать. Ничего, думаю. Рипера минус 0 одного. Ну, второго минус 0 тоже Мариков заказал. А, это Викинг. Это вообще даже не медивак. 29-26. По рабочим Гумиху в плюсе. По лимиту в плюсе. Отчинивает гиллиончика своих. Ну и Викингом. Что? Викингом начинает контролить. Здесь у нас слабо на факте будет танк. Плюс медивак. Можно полетать танком, похарасить. Здесь через инвизные банши. Выход идет. Билд. Так. Три туретки. Гумиха одна на продакшене. Все прикрывается. Все пока неплохо. Очень-таки. Даже баншу спалил. И туретки очень своевременно достроились. Здесь банша летает. Залетает. Надо встречать. Инвиз пошел. Ну, вынудил инвиз врубить. Уже хорошо. Марики загрузились. Полетели вперед. Здесь у нас рипер летает. Контролит. Кстати, не заметит медивак. Сейчас натурал Гумиху. Куда он полетит. Правда, эти медивак. Но уж хороший вопрос. Хорошо, Викинг. Спрятался. Посмотрите. Что ты там делаешь, Викинг? Зачем ты в текстурах-то застрял в руган? Вылетает. И улетает. Здесь медивак прилетает. Дропчик. Ну, натурал готов к этому другу. Правда, с медиваком Марики не плохо. Здесь очень дерутся. Танк пытается Гумиху минуснуть. Танк не минуснуть. Ну, КСМ-ок пару можно минуснуть. Что и делает Гумиху. Мариков пока не потерял. Четыре штуки. Передропчик на мейн еще пошел. Танк еще сюда приедет. Больше убить ничего не получится. Больше убить ничего не получится. Но в любом случае, Гумиху в плюсе здесь. И чувствует себя вполне замечательно. Так, два Викинга залетают. Два Викинга бой принимает. Не фокусит Викинг. Так, не фокусит Викингов. Так, уснул Гумиху. Нужно отвезти Викинга, отвезти Медивак. Ну, в общем-то, разменялся два Викинга. Убил одного, потерял Гумиху хорошо. Двумя Мариками помог тоже. Марик еще потерял. Передроп на вторую базу идет со стороны Гумиху. Здесь циклон Гиллион и два Марика. Такой разношерстный дроп. Здесь Банши продолжают харасить. На пять убил. Так, одна тут 13 рабочую. Гумиху ни хренаси тут натерял. Кто-то грит изи. Смотрите-ка. Натурал это вам не изи. Натурал это в наше время редкость. Так что Натуралы разваливают. Поэтому нормально. Так, здесь циклончик пытается вкуснуть Викинга. Викинга вкуснул. Но проблемы у Натурала начались. Здесь на второй базе Гумиху тут контроля циклона. Нужно PSM их демиджи нас минусовать. Да захвати ты этого чертова. Так, захватывая, сканет Гумиху. Чуть не забрал сейчас Викинга. Но все-таки чуть не считается. Не забрал. Ну, вылетят. По лимиту ровно. Третья СС-шка. Здесь тоже третья СС-шка. Короче, ровно идут пока. Натурал еще и стимпак сейчас будет готов. А у Гумиху даже и не заказан. Он даже пока и не выходит уже стимпак. В стимпак. Самое интересное. Да, нет. Я по радужке не уступаю. Тоже уже давно. Ну так, иногда ФП катаю на стрим бывает. Но очень редко в последнее время тоже. Так же, такие вот дела. Третья СС-шка Гумиху улетает. Здесь дробчик идет. 8 маленьких, 2 танка. Между прочим, со стимпаком уже. Натурал, 2 инженерки. 1-1 делаются. Здесь одна инженерка. Натурал-то, посмотрите-ка. Гумиху, ну как по мне, так даже немножечко опережает в развитии. СС-шка третья практически одновременно. Сейчас еще на что этот дробь сможет сделать, вопрос, конечно, хороший. Так, марики дробь с танки в СИЧ. Стимпачеса натурал. Гумиху идет отбиваться. А как он хочет отбиться? Он не может здесь отбить ничего. Пока. С викингами сможет отбить. Вословно. Так, пошла атака. Танки покусятся. Зачем там натурал пытался увезти свой танк? Я даже не понял. Ну вот, еле-еле Бумиху отбивается. На одном ХП танк, посмотрите, было два залпа. По-моему, не хватило просто выстрелов, и этот танк выжил здесь. Так, здесь Бумиху забирает один танк натурал. Чего повез один только, не знаю. Можно было все забрать на наступление. Здесь вычинить обязательно надо. Так, вот пытался натурал тут танк Гумиху поймать. Не получилось. У Гумиху стим, у Гумиха армор, у Гумиха щиты заказаны. У натурала уже 1-1. То есть грэйды лучше на пехоту. Есть щиты, в отличие от Гумиху. Эта ситуация-то очень опасная. Так, перед рукой тканет натурал. Залп, танк минус. Еще один танк почти минус. Забегают марики. Один танк минус. Демедженный. Второй тоже, второй тоже танк сразу минуснул. Прилетает, привозит свои танки, начинает рисовать. Что там у вас за фрезы-то такие идут? Так, вот там стропчик натурал поймать не получилось. Уже вторая атака у натурала. Что там со стримами, по-моему, случилось? Вроде все работает. Так, ну что, улетают там у нас танк марики. Ну что, пошел выход от Гумиху. Более-менее-то равная. Сумел Гумиху, учитывая такое начало печальное, как-то еще даже более-менее здесь сумел нормальную ситуацию вывести. Кстати, кто такой натурал? Тиран-то очень хороший. Это еще с Тейлсом получается. Там взаимные ошибки были. Но у Гумиху, смотрю, тиран прям хороший такой, неплохо отыгрывает. Пытается Гумиху викинга забрать. Не получается этого сделать. Но потом все-таки одного забрал. Натурал готовит рыв сзади. Дробчик танков ближе. Пошел, нужно идти вперед. Натурал забегает мариками на стиме. Гумиху на развороте бой принимает. Натурал тут поспешил. Немножечко лимита Гумиху резко больше стало. 2-2 грейды у Натурала раньше будет. И атака вот как раз-таки 2-2-то сейчас ему и нужно ждать. Если он дождется 2-2 и сможет побиться на 2-2 против 1-1, это может быть решением для него. Так, сканет Натурал, идет вперед, дробуются танки. Атака на танки доделалась. А вот набил еще-то нихрена там пока не доделалась у Натурала. Еще-то все перестимпачено, нужно дробнуть на танки. Что и делает Натурал Гумиху еле-еле успевает, но улетает. Но по лимиту Гумиха больше. 157-124, четвертая ЦС-шка здесь у нас. Ну вот как-то вроде тащил-тащил всю игру Натурала, потом вот просил и по лимиту, и по всему. Так, здесь марики забегают. Попытался Натурал забрать там танк. Медиваки. Здесь, смотрите, перехват идет, самый натуральный. Марики дропают, здесь танки в ответ подрубаются. Марики дропаются на СКГ, но Натурал пытается перехватить Гумиху прямо рядом с его базой, поэтому не очень успешно это все получается. Приходит Гумиху и начинает укатывать Натурала сейчас. 145-111 с полиомета, Натурал пока держится. Здесь какой-то контр-дроп шел. Марика одного тут КСМ-ки окружили, выпилили. Какие-то проблемы есть, не знаю. Неплохо тут ССР-шечка дала. Идет вперед Натурал Гумиху, пытается что-то сделать. Такая плотненькая игра получилась, я вам скажу. Гумиху сам там Натурал сейчас приходит. Дропчик танков прямо за минеральную линию. Неплохо, Гумиху тут напрягает. Здесь попытка контр-дроп на Натурал. Здесь планетарка есть, танчик рядом есть. Запад по минеральной линии хороший. Тут нужно взять просто все вот отсюда и отбиться. Идет вперед Гумиху, наламывается и проблевает. Натурал, кстати, грейды лучше сейчас. Но Гумиху тоже третью атаку делает. 180-120, намей не разбирает Гумиху. Везде Гумиху разбирает. ССР-шка третья. Вообще улететь у Натурала вынуждено было. ССР-шка третья. ССР-шка третья. Так, Сэш Кукуминку четвертого потерял, но он четвертую натуралу хочет минуснуть сейчас. Здесь дробщик на мейн пойдет. Грейды 3-2, 3-2, равные грейды сейчас. С темпач Сэгуминку идет вперед, реально его дохрена здесь юнитов, мариков просто немерено. Аккуратно пытается отбить танками все. С темпач Сэгуминку танки отгоняет, мариков реально много, свои танки в ответ подробнул. В это время еще на мейне дробнуться, тоже убивает. Уже ничего не сделать. Сэш Куна Мэйни Гумюху минуснул. Здесь танк на одном ТП просто прикрывается. До сих пор здесь мариков значительная часть полегла. Снизу Гумюху напрягается. Слоу-граунда наверх. Вроде как законтролил. Ну здесь четвертая добывается. Единственное, что как-то Гумюху не заметил, что не видел, что четвертая есть. Да видел давным-давно, почему-то не пытает все пробрить. Здесь очень мало мариков. Передроп на мейн сейчас пойдет. Гигантский, кстати говоря, такой передроп. Ну что, ворвался Гумюху? Так себе ворвался, я бы сказал. Сейчас. Вообще непонятно, зачем он на этот мейн прилетал. Здесь ничего не получилось сделать. Танк плюс планетарка нормально обороняются. Здесь забегание от натурала. Идет шестнадцатью мариками. Это минус СЦ-шка для Гумюху будет. Скорее всего. Хотя здесь несколько мариков тоже есть. Ну шестнадцать мариков с такими грейдами СЦ-шку моментально забирают. Четвертая у Гумюху добывается. Здесь тоже четвертая добывается. Натурал-то держится, блин, молодец. Что и говорить. Очень такое активное ТВТ у нас получилось. Ну что-то туда-сюда. Все, бегает. Загружается Гумюху. Причем в лоб думают не продавят. Тут, по-моему, ни хрена уже у натурала нет. Полетел дробь пять митиваков. Там сорок мариков сидит. Это реально много. Мимо мариков дробчик пролетает сейчас. Разгружается Гумюху. Натурал не готов здесь бой принять. Марики заходят на стиме. Танк пытается минуснуть Гумюху. Ну, минусует танк помаленечко. Один медивак загружено. Еще полностью нужно мариков выгрузить. Что-то Гумюху тупит. Здесь часть мариков рывается. В общем-то Гумюху громит. Оппонент своего наконец-то точку в этой игре поставит. ГГ пишет натурал. Хорошая ТВТ-шечка. Хорошо побегали. Сдуинвайт во вторую игру. Не просто оказалось Гумюху. Хорошо натурал бился. Хорошо. Продолжение следует... 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 Ну что, тут у нас вообще-то депошечками обносится всё. Третью прям в наглую гумиху ставит, кстати говоря. И банша летит с инвизом сейчас. Ну, посмотрим, что сделает банша. От этого зависит достаточно много. Почему? Потому что если она рабочих поубивает, гумиху может заполучить преимущество. Но поубивает ли она рабочих достаточно? Я не знаю. 5 секунд ещё до инвиза банша залетает. 2 секунды до инвиза. 43 энергии у ЦЦшечки. Инвиз врубить же гумиху. Отвлёкся гумиху. Здесь врыв минки был и потерял баншу. Это полный провал, я вам скажу. Так, это не просто провал. Это полный провал. Тратит сканы на минку сейчас. Сейчас-то банша могла на самом деле наделать дел. Ну, она ни хрена не наделала. Барак. Реакторы под бараком сейчас строятся. У гумиху. Стимпак пошёл. Ещё одна банша. Ещё один реактор будет строиться на Старкорте. Здесь у нас банша залетает. Ну, тут, кстати, викингом контролит на самом деле натурал. Так, только что банша в рейнже туретке летала просто. Через мариков предпочитает гумиху улететь. Сейчас не стал баншу терять. Не знаю почему. Инвиз кончается. Ну и улетает домой. 10 цешек снизу ставится. Но у гумиху-то уже 30 цешек. Правый лимит, он на десяточку проседает. Это всё боевой в основном лимит. Так, что-то там нахватил. Настиг сейчас гумиху какого-то юнита. Не совсем я понял, какого. Похоже, это был викинг, либо что-то такое. И опять дроп, посмотрите. Опять дроп идёт от натурала. 8 мариков, 2 танка. Причём, опять же, марики со стимпаком. И у гумиху вообще ни хрена нигде не прикрыто. Дроп этот реально может сейчас сильно зарешать. Барабан гумиху больше. Марики дропаются. Стим есть. Три марика на третью ещё идут. Сейчас дроп. Ну, гумиху-банши, кстати, есть. Банши прилетают, отдаются. Здесь мариков миллиард просто подходит. Настолько много, что на пофиг. Гумиху просто на муви танки выбивает. Так, здесь харас идёт. Здесь танк хорошо стоит. Если дропнутся здесь танки, то сразу танк гумиху-залк сделает. Так, стимпачься марики. Циклончиками несует медилак. Раз. Ну, второго медилак законтролил сейчас натурал. Вынужден гумиху там отконтроливать. Дисак мультитаска демонстрирует. Здесь два марика смогли дропнуться, но их сразу примут. Он здесь продолжается, харас танком. Прилетают марики в двух медиваках от гумиху. По лимиту гумиху в плюсе за счёт того, что третья СССРщика раньше всё-таки намного и она окупается. 1-1 у гумиху готово. Сармори завтыкал. Сейчас сармори заказал. Скоро 2-2 закажет. Здесь у нас армор делается. Атака уже есть, да. В итоге у натурала рабочих чуть больше, но лимит чуть меньше. То есть боевой гумиху повыше. Но ситуация сравнялась практически в этой игре. Гумиху сам полетел. Удропаться куда-то. Летит гумиху. Впериод. Армори готово. Можно 2-2 заказывать сейчас. Марики удропаются. Они без счетов. Посмотрите, здесь марики на щитах на стиме приходят. Гумиху нужно улетать. Еле успевают. Успел-то быстро улететь. Здесь есть танки. Я не понял, что гумиху вообще сделать. Да не надо здесь его ничего делать. Марика не потерял. Марик тоже успел сесть в медивак. Всё, армори готово. Грейды не заказан. Надо вспомнить гумиху про то, что грейды нужно заказать. Пока не вспоминает он об этом. А зря отставание можно было будет. Можно было бы опережать серьезно оппонента. Но сейчас будет отставание небольшое. Здесь тоже армори почти готово. Да и гумиху вообще забыл сейчас про грейды. Если он так будет тыкать, то раньше оппонент закажет просто. Атака. Да, пошли 2-2 наконец. Четвертый цешка перелетает. Всё-таки на шажок. Да впереди гумиху, конечно. Несмотря на то, что он от Урала тут лимит. Ещё и атака на танки пошла. Несколько мариков на Туралку. А он поймал гумиху. Гумиху меньше лимита на десятку. Боевого на 12 меньше. Четвертую цешку на Туралку пытается напрягать. Здесь гумиху тропает свои танки в ответку. Все загружается, выгружается гумиху. Здесь такая сильная прям контратака идет. Гумиху забегает мариками. Мариками больше, чем у оппонента. Минус марики, минус танк. Зашёл гумиху. Здесь очень жёстко атакует. Армари минус. Атака на технику в итоге минус. Хороший вырыв от гумиху. Правда, на четвёртую базу пока не может он занять всё-таки в итоге. Заходит и на рампу гумиху. Ещё причём с медиваками. Тут разваливаются. Правда, танки снизу от Натурала пришли. И танки снизу помогают, что гумиху меньше по лимиту стало. Причём значительно меньше. Почему так происходит, я чуть не понимаю. Ну вот он маленький, как всехал. Можно, конечно, эффективнее было им ещё подраться. Может и не надо было на рампу лезть. Нужно было просто здесь забрать часть, дрогнуть на этот танк и вот разваливать третью просто. Тимпач с гумиху пытается спонент своего поймать. Нашёл вот Олю. Минус медивак. Ё-моё, два медивака минус. Вот у гумиху лимиты больше стал. Нахрена отсюда уходил Натурал? Я так и не понял. В итоге гумиху на халяву его поймал. И по лимиту вышел в плюс. Ещё здесь и танки пытаются поймать. Танки поймать не так просто. Оказывается, что у викингов поймал. Тридцаточка лимита уже разница. Так, гумиху. Ну вот такой уже кривой врыв на стиме. Погнал марика вперёд, но минус марики. Сканет гумиху. Или кто это сканет? Нет, это сканет не гумиху. Это сканет натурал. Хочет знать, где гумиху находится. Тридви у гумиха заказана. Вторая атака на технику. У натурала не делаются грейды. Тридви у гумиха заказаны. Так. Тридви у гумиха. Тридви у гумиха заказана. Ну, как в тв touch до саляги. И надо его стрелить. И даже уз'. Тридви у гумиха. Так, где что-то марики ходят По два танчика строятся Гумиха, точнее не ходят, у него вообще марики стоят Здесь какое-то забегание было Марик минус, планетарка его уничтожила Ну что занимает позицию натурал Собирается встречать Гумиху ЦС-шико с мэйной прилетает Четвёртая вовсюду добывается А что же Гумиху? Гумиху делает 4 медивака дроп на мэйн прямо С двумя танками этот дропчик идёт Танки дропаются Один сидится, второй сидится Марики на стиме Проблемы на продакшне просто гигантские Пристройки выбивают Сейчас сразу моментально Гумиху Здесь танки прилетают, дропаются Позиция у натурала Так себе я смотрю Здесь танки пытаются Гумиху забрать Не так просто это получается сделать Уходит танками натурал наверх Но Гумиху ЦС-шку забирает абсолютно спокойно 148 натурал, 200 гумиху Гумиху уже 3-3 почти готов 27 секунд и 5 секунд до второй атаки на технику Ну вот что-то танки, а хотя нету 4 новых танчика летит от Гумиху И здесь ещё 2-6 плюс много-много био 200-150 по лимиту Очень непросто для Гумиху этот матч складывается Но он всё-таки одолеет сейчас своего оппонента Здесь какой же куча марики Натурала идут, Гумиху стимпатчится 3-3 ещё грады не готовы ГГ, хорош Гумиху Хорошо отыграл О, натурал Очень силён оказался этот игрок Блин, а там только минута как началась игра Что же такое Кворор против Алаева судя по всему бьётся 1-1 там счёт наверное Или это уже полуфинал начался Я честно говоря не знаю Супер ждёт Нет, там счёт равный видимо становится Ждём короче пока там что-то кончится Супер ждёт 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Супер, наверное, репку какую-то создавал, походу... Продолжение следует... 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 Так, блядь, спаун. Фух, всё, начинается, наконец-то, начинается уже игра, минутку она даже идёт. Так, у Лайвуд 2 Газосмейна это какой-то агрессивный билд, возможно, однобазовый. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, пошёл барак второй. Субтитры делал DimaTorzok Реактор минки, второй барак от Гумико у Супера нет, тут заказан. Ну посмотрим, как Суперсидент справится, это явно что-то тут однобазовое происходит. Будет передроб минкой, видимо, дальше выход с танками, с либераторами, возможно, вперёд. Супер летит на разведку. Пришёл адептом Мазеркором, увидел, что здесь нихрена не происходит. И улетел назад. Старгейт Оракул здесь у нас строится. Всё работает пока. Ну, кстати, вот такие врывы от Тирана, на самом деле, очень хорошо контрятся темпистами, как мне кажется. Быстрыми с одного Строгейта. Да, просто пару построил, тройку, уже хрен там всё делать. Минки прилетели, ой-ой-ой, какой... Девять пробок, минус этого врыва. Как провалился сейчас Супер, это жесть какая-то. Ну, как обычно, ё-моё. Сколько раз уже видел, что Супер косячит, ну вот, с минками. А Раку врывается, Айлайв принимает его. Раку как-то так вот пролетает. Понятно. Ещё и Либератор его встречает. Минусует Оракула и Либератором сейчас Элайв. Супер подходит с Талкерами. Адептами к Элайвовской второй. Но второй базы нет. Здесь какой-то выход пошёл серьёзно. Нет, выход пока не пошёл. Есть Сыклон плюс Марики. Строятся танки и Либераторы. Медивак сейчас ещё будет. Минка... ё-моё, 15 убито уже. 19 рабочих, что происходит? Здесь Минка жахает всё ещё. Пользователь Хидж БК активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Хидж БК. Приходит Элайв. Это минус супер, ребятки. Это абсолютно точно. Циклона отвёл назад. Либератора можно и поближе уже сейчас привести. Вот сейчас в Рейндж Либераторов заходят с Н3. Не нужно им в Рейндж Либераторов заходить. Минка делает залп. Вообще разгромил просто. Ну, когда такую хрень однобазовую тиран делает агрессию, тем им пролетает, так начинает рабочих убивать. Это полный провал называется. Естественно, это ГГ автоматом. Ну что, возможен финал Элайв против Гумиху. В матче третье место супер против Натурала. Так. Нежму готовность. Все готовы. Урываюсь. Отлично. Супер просит пару минут. Что-то там у него лагает сильно, не знаю. Вот так. Супер просит. Значит har warn incorrectly. Да, он несет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, спасибо всем за премиумы и за поддержку. Alive 1.0 против Супера. Будем надеяться, что Супер не будет сдаваться. Твт покажет более четкие игры, потому что хотелось бы финал, конечно, не... Не хотелось бы мне финала. Твт... Хотя Твт лучше, наверное, чем ЗВЗ. Вот, но ТВП было бы поинтереснее Супер против Гумиху, но если нет, то нет. Орбиталка пошла. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Мазеркор строится, Никсус почти готов. Так, а вот это уже печаль. Почему печаль? Да потому что... Потратил 50 энергии, а Рипера не убил. Хотя, казалось, он там в рейнджек сил Наги. И будет просто отреагировать. Мазеркор здесь рядом Рипера видит сейчас Супер. Хорош, поймал Риперка, в итоге все-таки неплохо сконтролил. Нет, ничего не закончилось. Сегодня пишут, что проблема у многих что-то. Короче говоря, жалобы на то, что стрим не запускается. Делает Блинк, Супер, Аптер, Рипер, полетел. Сейчас я в Канфу напишу. Привет, Дживодан. Ну что, призма летит здесь, Апсерверы летают. Супер Мазеркором вернулся на мейн, Адептики тоже дома. По лимиту ситуация близка. Делается Блинк, а что призмой хочет Супер сделать здесь? Я немножечко не могу понять. У него Блинк будет через 20-40 секунд, а-та-да. Он что-то призмой там летает. Что летает, непонятно. В это время врыв идет на мейн. Медиваком, посмотрите. Минки две дропнулись, не успели закопаться. Хорошие два в этот раз у вертяжа. Нормально сбил, в общем-то. Врыв этот супер. До Варп четырех Сталкеров. Плюс три выдвигаются. Семь общей сложности сейчас будут здесь. СС-шечку нужно отменять. Можно и Бункер, кстати говоря, сейчас прийти и отменить. Так, Блинк скоро будет уже готов. КСМ-ка падает. Марики под ударом. Призма прилетает. Похоже на то, что Супер сейчас возьмет эту игру. Потому что я не знаю, как будет здесь отбиваться. Здесь Адептик. Ой, плюс Минка. Сколько она? Ёмае, сколько она рабочих-то там наубивала. Либератор раскладывает сейчас на ДП-шке выбить. Кстати, Либератора нужно минуснуть и убить оппонента. Я не понимаю, что Супер тянет, если честно. Уверчаж можно выставить. Уверчаж выставляет. Мазеркор выжил. Еле-еле, правда, выжил. Ну и что? Что-то я не люблю. Такой мудрёшь. Три Марика крестом стоит. Плюс Либератор. А Протс боится убить сейчас. Ну что бояться-то здесь? Так. Заблинк наверх. Медивак минус. Мародёр минус. Давар, чё, сталкеров уйдёт. Адепты новеньких появляются. Либератор минус сейчас должен быть. Либератор-то минусни. Ну, ё-моё, он вообще контролит. Какой-то слабенький в какой-то момент у Супера показалось. Но это всё-таки он фокуснул. Видимо, что-то дома делал. ГГ, лайф пишет. 1-1. Решающая нас будет ждать игра. Так, пошёл 1-way. 1-2. 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 Продолжение следует... Все, начинается игра, поехали! Ну что, 1-1, супер против Alive. Ну что, гейт, пилон гейт, газ. Сейчас Nexus будет заказан, видимо, скоро. Или через кибернетку будет супер играть. Похоже, что супер не собирается. Или он просто газ решил подобывать некоторое время, не знаю. Сейчас мы это поймем, потому что если Nexus собирается заказывать... Да, он собирается Nexus заказывать. Вот и пробочка поехала, собственно. Вперед. Будет ли разведка? Тоже вопрос хороший. Разведки не будет без разведки. Супер играет, пробка больше не строится. Нужно кибернетку заказать сейчас. Где она будет заказана? За газом, да, чтобы подборщить от риперов. 16 пробок на мэне. Второй газ, видимо, надо ставить. Да не, видимо, а нужно ставить. Здесь у нас рипер ТС-шка. Продолжение следует... Что? Мазеркор бустится сейчас. Мазеркор готов. Неплохо тут рипер рывается. У пробок проблема. Адепт минус вообще. Мимо куда-то иллюзию свою суперки посылает сейчас. Что-то немного, кстати, игре пробок он на золото перевел. Ну, добыча началась уже. Экономика супера в плюсе, безусловно. Нужно рабочих построить еще. Робот Вайлайт у него строится. Здесь рипер на мэйн залетает. Нужно встретить его. Пробочками пытается супер принять. Вот адепт никуда. А вот, все, поймал рипера в итоге. Ну, билд спалил. Лайф, конечно, что там Твайлайт, что там роба есть. Два барака добавляются. Здесь что? Здесь строится минка. А Старпорт-то где? А вот он, Старпорт. Я думал, барак второй. Третий, точнее, строится. Думаю, что за хрень? Нет, вот это Старпорт. Твайлайт почти готов. Что будет? В этот раз может супер и с адептов начать. Но все-таки с блинка начинает. Плюс два гейта. Три гейта будет. Здесь газ на второй заказывается на золоте. Три, четыре, двадцать восемь. Парабам, парабам. Все хорошо. Адепт врывается. Иллюзия, точнее, депошечка закрывается. Ну, супер спалил, что хотел. Спалил как-то. Спалил Старпорт. Можно и нужно идти назад. Обороняться уже от врыва минок. Да, варку, стулки. Три Сталкеров идут. Три Сталкера, адепт у нас здесь. Призма, паралет. Ой, ё-моё, как? Ну, супер. Прямо через Мариков Призма полетела. Здесь прилетает медивак. Смотрите, минки друкают. Суверчаж, раз, Суверчаж, два. Где? Вейл, минус три пробки. В итоге, Марики, заходите. Три Сталкера плюс адепт. С Мариками бьются. Нужно убить просто тех Мариков. Нужно медивак сбить сейчас суперу. Медивак что-то не сбивает. Ну, Сталкера, ну сбей ты медивак. Ну, ё-моё, что за мертвичина-то? Что за игра-то такая мертвая идет? Просто не понимаю. Актервер возвращается. Суверчаж выставляется. Минку выбил супер в итоге. Ну, Даркшрайн видит, естественно, сейчас Элайв. Призма полетела. Начало для просто плохое. Мог среагировать сейчас. Просто вот прилетает медивак. Если к вам прилетел медивак, и минки дропаются. Помните, если есть энергия на два оверчажа. Ставьте два. Они не дадут закопаться минкам. Одного оверчажа мало. Одну минку выбишь, а вторую нет. Так сейчас у Супера получилось. Минка взорвалась у белорабочих. Еще эта потеря Призмы нелепая тоже была, конечно, не в тему. 10 импак не готов. Ну, тут уже буквально там 15 секунд остается. Да, варм Дарков-то будет, нет? Талкеры заходят. Супер, ё-моё, что он делает? Пару мариков подрезал. Призму берет, складывает. Ну, нужно как-то Дарками неожиданно ворваться. Причем, самое интересное, лайф Туретки. Он что, Даркшайн не видел, что ли? Я еще не понимаю. Видел Даркшайн прекрасно, Туретки. Ни одной не заказаны. Вот это да. Просто, посмотрите, сейчас сюда Дарка, и на вторую Дарка. И для процесса проблемы будут очень серьезные. Для Тирана, простите. Дарки подлетают. Сканет и лайф сейчас. Призма залетает. Видит прекрасно, что... Так, Призму видит. Скан прошел. Один Дарк еще на вторую наваливается. Начинает супер-рабочих вырезать. Самого там три Нексуса уже вовсюду. Ё-моё, на Мэйне вообще супер. А лайф не отреагировал никак на Дарка. Куда ты, Даркат? За контролем Туретка строится. Заметил Туретку, наконец, супер. Одного Дарка на вторую повел. На второй Туретка вообще доделывается. Чего боится, хрен знает. Просто. Убей Туретку. Здесь рабочие все погибнут. Туретку не убивает, супер. Но 27-53 по рабам, ребят, это провал на самом деле для тирана. Залетает Либератор. Супер видит. Нет, видит. Нет, Супер ни хрена не видит. Сталкер подходит. Сталкеры сами начинают подблинкнуть же ты, трупак. Ё-моё, как он ужасно здесь отконтроливает. Три Сталкера минус сейчас. Ещё один скан. Дарк минус. Призма живая. Забери Дарка на мейн. Зайди. Так, ещё одного Дарка варпит. Заходит на вторую. Ещё один на мейн. Всё, сюда два Дарка. И на оборону пару Дарков. Всё, это будет победа стопроцентная. Потому что сканов... Сканы есть, конечно, но их явно недостаточно. Экономики вообще у тирана нет. Идёт выход. Что у тиран? Тридцемариков, одинцемародёров. Нет, очень сильный выход, кстати говоря. Обязательно нужно Дарка сюда присылать, чтобы шансы были отбиться. Супер ни одного Дарка не варпит. Ну, что за бред это? Варпанит и Дарка от одного. Так, заходит Илайф. Минки копаются. Филды-то где? Филдов нет вообще. Оверчажи поздние. Вот новые оверчажи пошли. Филды хорошие, кстати говоря. На третий. Нет, что Илайф вообще не заходит. 100 лимит на 86. Супер уже в плюсе. Апсервер прилетел. Апсервер минку выбивает. Сейчас еще одну минку выбить и все. Скан минус опс. Срывается Илайф на третью базу. Здесь Дарк режет прирост. Смотрите, как хорошо режет Марик. Нужно суперу спуститься сейчас. Вниз. Вниз он спускается. Марик и здесь вторую базу обороняют. Призма где? Призма есть, между прочим. Принимает супер бой. Гвардиан шилд есть. Достаточно много адептов. Плюс иммортал, плюс палкера. Нексус, конечно, падает. Но у Илайфа все гигантские проблемы в этой игре. Я уверен, что ему уже DC не выиграть-то никак. Не будет. Потому что супер все-таки не настолько слабый игрок, чтобы такое преимущество упустить сейчас. Так. На минку сагрился. Отшел. Сталкеров подставил под удар. Сталкеров на халяву. Там Илайф выбивает сейчас. Но Нексус восстанавливается абсолютно спокойно. Гвардиан шилд гублин. ГГ пишет. Лайф финал супер против Гумиху. Как заказывали. Кстати, недавно буквально как-то они... А нет. Илайф супер на Кипбет Рейсворд. Был в финал. Супер проиграл. 3-4. Сейчас же выиграл 2-1. Там, кстати, тоже вил он. То есть, вот и супер сильнее оказался. Ждем финала. Отлично. ТВТшечка в матче за третье место будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, Гумиху подконнектили. Ждем начало. Вот пять. Гумиху первым вроде черкает. Вот. ТВТшечка в матч. É.' Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, пошел инвайт, заходим в игру... Продолжение следует... 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 Так, сейчас, секундочку, ребят Тут призма летит, чуть за призмой Последите, сейчас она иду в стартат Пошел до варп, кажется, с блинком собирается пропушить Ну что, СС-шку проблевает здесь у нас, супер Все, не отвлекаюсь больше, нахрен СС-шка, кстати говоря, скорее всего-то и не уйдет здесь Да, она просто не уходит Падает СС-шечка Но на Мэнни Гумиху жив, пока здоров Салкер супер зашел Отдал на халяву, можно было бы обойтись без этого Сентрю варфит сейчас Сентрю еще тут подблочить Хочет рампу Ну да, видимо, немножко подблочить Хочет СС-шечка, для Гумиху далеко не все потеряно Супер тут с помощью хорошего контроля Нескамариков еще подбревает Две фаржи у него Гейтов как было три, так и есть Скорость атаки адептам делается Ну, собирается просто отбиваться В итоге супер На стандартных адептах Скан минус обсервер, чтобы уж давно Пора Гумиху было его сбить Потому что он столько юнитов потерял Просто нереальное какое-то количество Но пять бараков работают до сих пор Еще один обсервер подлетает Видит ли его Гумиху? Я не уверен Пять сталкера приходит Пять начинается на Рязалова Какое-то нужно Спустился Гумиху, потерял Точнее не потерял Мариков вниз сейчас Случайно Отпустил Они в итоге там отдались Часть значительно Супер, очень хорошо Тебя чувствуют в этой игре Плюс два гейта добавляют Третий никс во всю качает Будет Гумиху спускаться? Нет, Гумиху вообще не собирается спускаться Передок вниз идет Чуть-то в наглую Прям Гумиху под Супера дропается Филд на рампу Пошел под Гвардиан Он Супер точно Прям хорошо дерется Но Гвардиан Шилд кончается И уже Не такая прям хорошая ситуация Сверху прирост еще спускается Нет, здесь Гумиху, конечно, отгонит Супера Это очевидный момент Контролю Хотя нет, посмотрите Нет Даже здесь не хватило Гумиху Супер тут еле-еле Сталкеры красные Но все-таки сдержал выход И я думаю, что и дальше Сдержат, собственно Адепты загружаются В призму Сталкеры уходят Так, адепты Прибавились 122-102 по лимиту Это 1-1 абсолютно точные Потому что 3-я ССШ Сейчас даже не успеет Гумиху подстроить Супер уже додавливали здесь Да, ССШ вынужден отменить Сталкеров новеньких Доваркают 130 на 102 по лимиту Адепты забираются на рампу Здесь депошек Нет, ни хрена нет Какой-то адепты там на вторую пошли А зачем они пошли на вторую Что он сейчас теперь делает? Зашел на второй 1-1 грейды Здесь адепты Заходят Зачем нужно было вот такие делать Отдачи Если просто в лоб Давным-давно можно уже убить Дождался либераторов А сейчас еще и хрен в лоб Убьешь в итоге Лимбератор раскладывается Но у Супера нету таких целей Он просто будет ждать Гумиху Когда сам выйдет на него И 2-2 грейды делаются Два адепта опять на вторую базу пропадают Хорошо Рабочих тут супер набомбил Просто За этот врыв Наверное штук 7, если не 8 ЦЦшка с мейна Перелетает У Гумиху Ну нужно Драться ему будет За эту ЦЦшку обязательно Иначе беда Архунчик уже сливается Сейчас же правда нету Ну 2-2 нужно дождаться Через пару секунд 2-2 уже будет готово Ну у Гумиху такой Смертоносный прям лимит Либераторы Минки Вот это может подрешать сейчас Всеминка Например Хорош какой-то залп делает Еще Супер передумывал Да Передумываем Супер лезть Уходит Вообще В Шторм Уходит Собирается в макро Сыграть Он сейчас Собирается 200 Построить Только потом Там наламывается Может проще Дробщик действительно На мейны Развести как-то Или на вторую Но второй турец Надо через мейн Залетать Так Пару адептов Телепортируется На третью Пару на вторую В это время Еще и на мейне Да Варф адептов Идет Заходит Супер Минус либератор И Гумиху Зря не прикрывал Своих либераторов Сейчас Хотя По лимиту Даже неплохо Подрался Здесь Мариков На халяву Супер Развалил Много Заходит Опять На рампу Аптерер Рядом висит Ну вот Минки Есть Подведи Опс Рядом висит Не видит Что Опс Рядом висит Супер Сц Пробревает И все-таки Дожимает Оппонент 150 На 116 Одной Эта база Уж точно Будет Ничего не сделать Гумиху Полетел Куда он Полетел В размен Полетел Не ну Такой Размен Это Слишком Наглый Размен 90 101 Полемит Еще по лимиту Кстати у Гумиху Тут нормальная Ситуация Вам скажу Супер Идет Отбиваться Теряет Адепт Теряет Неск Юнитов 90 160 Да нет Здесь Все-таки Так Гумиху Не старался Супера Слишком Много Падают Медиваки Падает Био ГГ 3-1-1 3-1-1 2-1 3-1 2-1 4-2 2-1 5-1 6-1 3-1 4-3 6-1 Субтитры сделал DimaTorzok 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 наверное, буду в пятницу или в какой-то там из дней. Поэтому что и как получится. Вот. Ну, со следующей недели GSL там уже начинается. А нет, оно вообще с 1 апреля начинается точно. Даже ни хрена не со следующей недели. В следующей неделе что у нас? Сегодня 23-я. Да. Среда 23-я. То есть ни хрена. В понедельник точно не первое число. На следующей тоже не будет GSL. Ну, будет Star League. Про Лига, кстати, тоже кончатся выходные. Ну, посмотрим, что-то будем стремить. Будем вот такие турики стремить до UTI Cup. Там всякие выходные турниры, типа Гоу-Поиска. Может, сами что-то запилим. Вердос шоу-матч будет делать как раз сейчас. С Демаглик это шоу-матч будет. Короче, как-то так. Ну что, Рипер летает, контроль. Так, добавить. Спасибо, еще у нас и поддержку. Так, где сувер-чаржем пилон Рипера убил. Майзер-кор тоже здесь летает. Все, верчарж кончился. Плюс 2, гейт-ч 5 гейт-опус. Это сейчас будет гейт-и все открываются. До блинка 40 секунд. Сейчас буст идет. То есть, ну там, чуть быстрее, да, делается он за 35 где-то секунд. Депошки пробиваются. Заходит супер. Ну да, вот что значит нам до блинка наломиться. Никак не увернуться от циклона. Минус, конечно же, сталкер. Так, а все же супер не сконтролил, не увел. Что за фейл-то такой? Да варп еще 5 сталкеров идет. Нужно ловить просто сейчас оппонента своего. Так, кстати, блинком не ушел из рейджа скана. Оми-студия. Да вот, на днях, я думаю, комнату все-таки перенесу все там, пространство ловится выделать. Высвобождено было. Даже там судьбочки убрала. Так, и нужно только перенестись туда. Ну что? Супер, посмотрите. Первую игру отыграл, проиграл гумиху минки дроп, а тут бах, две игры с блинком и прям выигрывает. Ну, будет или не будет смотреть народ, суть не в этом. Я как бы стример официальный, поэтому как-то с одной стороны нужно стримить, но с другой просто очень рано вставать. Записи-то останутся, но я постараюсь. Точно. Продолжаем. Руины Сероса. Следующая карта. Я жду хост. А вот он и хост. А вот он и хост. Он может стать последний. Гумиху против Супера. Так, что там у нас не получается? Ну что, 2.11 на этой карте также. С блинком можно, по идее, прийти и убить. Но что будет делать Супер пока непонятно. Так. 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 последние месяцы но этот месяц в любом случае по количеству ну по часам отстримленном меньше чем предыдущие по естественным доходом по всему меньше прямо в игре предзаказ на нового да не я видел просто может есть где-то на g2 а там как бы дешевле но закажу на ботумайте в любом случае спешить некогда посмотрим что если стримов будет если там турниров не так много будет выходит же нового дать компания по проходим компанию на следующей неделе почему бы и нет думаю будет интерес можно выходных даже 29 или 30 числа она хотя там уже gsl красно счет после выхода я не знаку 29 30 написано 30 это 29 на бужуев 30 у нас среда вообще среда четверг так пятница первого первая группа значит пятницу gsl будет странно у них расписание то есть среду не будет опять нету будет посмотрим что там намудрят они в этой новой компании ну там видимо заново просто игра начинающие мудрить главное чтоб какой-нибудь перебора не было уж совсем цешка вторая достраивается полетели мула качают минералы здесь камни марик пробивают в общем готовится билд с дропом минок и мариков экстратересиал да хрен его знает посмотрим еще не вечер может быть сейчас счет станет равный мы увидим решающую пятую игру вполне возможно здесь у нас три гейта робот вайлайт опять же заказом предыдущих играх мне кажется что твайлайт чуть пораньше был ну собственно это так залетает адепт между прочим здесь ничего не прикрыто телепортироваться не стоит можно было и телепортнуться хотя здесь минка есть нет подорвался бы адепт походу на минке тогда на каком турнире вчера трэпу кто-то проиграл вчера трэп на пролиге только бился ну что делается блин супером оооо да это вообще блин кулын попер посмотрите-ка об сервер прилетает 2 об сервере есть а что у нас призма это призма то будет или она уже есть а еще не понял супер хочет делать 6 гитов блинк а призму не строит на такой гигантской карте где тысячу лет просто лететь к компоненту своему странно это очень нужно побыстрее бы ему призму заказать или там пилон где-то будет не пилона не призма странно очень странное решение часа супер и ты открываются если он у него сейчас была призма он бы просто пришел сюда и убил бы гумиху почему потому что здесь тимпак еще даже не на половине а в итоге призма нет и гумиху точнее супер просто не может физически прийти и убить оппонент своего вот тут мигает 22 пилонов что на хрена 6 гитов то есть о чем он боялся на хрен ему 6 гитов именно вот сейчас вот почему не построить третий нет вам гитов давай не понимаю ход мысли супер если честно видимо побоялся что-то что-то перестраховывался ну но чего от чего не без понятия ребят подлетает апсержер супер и сейчас он увидит бараки сейчас он увидит туретку кстати туретка сейчас собьет апсер он так полетит а он так и полетит апсержер минус вот все что от него осталось непонятные гусманы исчезли еще один апсервер тут по периметру летает либератора две штуки марики минка циклон еще минус апсер апсервера юнит это не дешевые между прочим 25 75 ребят это вам серьезные ресурсы газ неприятно терять так опсов ну гуми хоть делает двух базовый сейчас выход абсолютно очевидный с циклонами с мариками с либераторами с циклоном с одним и с минками двумя штучками ну посмотрим что получится здесь один гимарик просто еще очередного 3 за игру апсервер сбит уже хватит супер остановитесь мистер супер хватит терять апсерверов уже это перебор какой-то адептов достаточно много здесь но боевого лимита тирана больше просто так 12 сталкеров где они 12 сталкеров на мэне ждут врыва блин есть либератор раскладывать тут сейчас можно адептами бой принять еще один апсервер минус ё-моё какой уже там минус сталкеры спускаются почему нельзя было адептами сюда и людьми ворваться а сталкерами сверху сюда не влинтануться и сразу вот например это не фокуснуть не отсус теряет супер очень похоже на то что счет в этом матче сравняется сейчас я не знаю как собирается супер выигрывать гуминку при данном раскладе гуминку даже может продолжать по идее хотя не здесь много и у них так аккуратнее загружается все и на мэн полетела верчаш на пилончик маленький там кэш падают стим пачится гуминку супер возвращается на мэн будет гуминку уходить или нет еще один пилон минус очередной уходить уходит сталкеры пришли под блинк ну кстати там в том медилайке как раз таки никого и не сидела одного либератора подбревает в итоге супер гуминка крытой говрик поддержал ваш канал на сумму 3000 рублей ровно восполним доходы равно хотя бы немного равно спасибо крутой говрик очень приятно серьезная поддержка тебя залетает сегодня может и восполнится ведь еще больше недели до конца месяца и в принципе и стримить то я буду по любому так что приходите смотреть и поддерживать естественно меня мой канал гэгэ пишет супер ребятки решающая каточка решающая игра у нас сейчас будет ждем решающая пока как раз текст он поменяю на приятные цифры а еще сделаем вот так вот мы поп и вот так вот пошел онлайн заходим и и и и и и и Вот эта игра очень уверенная. Гумиха такая была. Могу сказать только, что супер очень провальная позиция для себя начал драться, конечно, в той битве. Еще бы стминки спереди там все были бы, и там вообще бы разгром был бы. Террация Приона, не такая уж большая карта. Следующая игра, мы посмотрим, игра может быть интересной. Глобал тебе не нужен, у МСНГ можно купить обычный старкро. SCB ready! SCB ready! SCB ready? SCB ready! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Рокет-ракун, я не знаю про что ты говоришь, если хочешь сотрудничать, пиши в чем и пиши в личку, собственно говоря, и все, что требуется, для того, чтобы выяснить это. Крутой Бобрик поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно, хоть повеселел равно, приятно равно, бог велел делиться равно. Спасибо, крутой Бобрик, ты что-то сегодня выдаешь. Ну что, сталкеры принимают выход кумиху, без стимпака, куда ты пошел-то вообще? Стоял бы вот здесь танками, просто вот здесь, 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 и встречу цешку с био пытался бы занять. Все, тут хотя бы в оборонительной такой позиции, без стимпака, конечно, тяжело, но хоть можно там как-то подраться, попытаться, но не при таком раскладе. Опять стимпак, минус вообще, жесть, короче, минус стиль. Спасибо тебе, Бобрик, еще раз уходит пока что. Супер, меняю текстон. 45 тысяч, напишу там. Это не третье место было бы. Ну что, адепты врываются. Три не стал отменять, трём телепорт, сейчас супер, он очень часто это применяет. Части отменяет, части не отменяет. В это время врыв состоялся на вторую базу, прям под танки, правда, кстати, игротанки тут неслабо настреляли. Улетают на мыл все эти танки, адепты врываются, но у гумиху слишком мало лимита, уже 70 на 130 фактически. И это ГГНчик, это 3-2 в пользу супера. Супер молодец. На таких обстоятельствах и кончается данный турнир. А я сделаю стоп-старт и вернусь к вам без задержки на некоторое время. Ждите. Продолжение следует...